Привет, друзья! Предыдущий ролик, посвященный головоломкам ребят времен СССР, вам очень понравился. Поэтому, выполняя ваши пожелания, мы решили сделать вторую часть по этой теме. Давайте наберем 38 орангутангов, ой, простите, лайков, и следующая часть не заставит себя долго ждать. Итак, по газам! Всемайки.ру — один из лучших онлайн-магазинов одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый сможет найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы, рюкзаки и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах, дари подарки близким, заходи на сайт и скачивай мобильное приложение. Для наших подписчиков скидка 10% по промокоду, который вы видите на экране. Ссылка в описании, ну а мы идем дальше. У детей СССР огромной популярностью пользовался лимонадный напиток. Разлив его в стаканы и опустошив их, они демонстрировали друг другу разного рода трюки. Для демонстрации одного из таких трюков вам потребуются спички, обычные медные монетки и два стеклянных стакана. Положим монетки на ровную поверхность. Перевернув стакан вверх дном, прикроем их. Далее достаем одну спичку из коробка и установим ее между двумя стаканами, как показано на видео. Задача заключалась в том, чтобы достать монетки, не уронив спичку. Казалось бы, это невозможно. Но самые находчивые могли догадаться, что достаточно поджечь ее и загасить огонь. К всеобщему удивлению, спичка оставалась приклеенной к стакану. И, соответственно, деньги заслуженно доставались решившему головоломку. Существует множество трюков с использованием теннисного шарика. Один из которых мы вам и продемонстрируем. Возьмите стакан для напитков и положите в него шарик. Предложите другу достать шарик из стакана без использования подручных средств и не отрывая стакан от поверхности. Если у вашего друга не руки, а лапы, то вряд ли ему это удастся сделать. Ответ очень прост. Резко дуньте стакан и шарик сам вылетит к вам в руки. Для следующего трюка необходимы обычный стакан и пластиковая карта. А во времена СССР использовали подставки для бокалов. Налейте в стакан воды так, чтобы она не доставала до краев порядка 1-2 см. Теперь на поверхность установите карточку, а на нее край положите две монетки. Как видим, под тяжестью монет карточка опрокинулась. Задача заключается в том, чтобы монетки оставались на краю карты. Решение довольно-таки простое. Долейте в стакан воды до краев и повторите попытку. Поверхностное натяжение воды будет сдерживать карту и монетки останутся на ней. Для интереса мы положили еще две монетки и карта осталась на месте. Если у вас на данный момент туго с деньгами, то с помощью спичечного коробка можно разыграть пари. Раздобудьте пластиковую бутылку и налейте в нее воды. Достаточно налить 1 треть бутылки. Думаем, этого будет достаточно. Условия пари покажем, позвав соседа Петрушу. Он очень азартен и любит логические задачки. Положим спичечный коробок на ровную поверхность и перевернув бутылку с водой вверх дном, поставим на нее. Задача заключается в том, чтобы достать спичечный коробок, не уронив бутылку, и при этом вы не должны касаться ее. У Петруши это не получилось и он сдался. Резко щелкните по коробку, он вылетит, а бутылка встанет вертикально. Таким образом я раздобыл чашечку монет. Ребята, а как вы думаете, можно ли с помощью обычного меча поднять пустой стакан? Как вы видите, это практически невозможно. Но если воспользоваться изолентой, то нет ничего невозможного. Ладно, ладно, это была шутка. А теперь покажем более простой способ добиться результата. Для этого подожгите спичку, бросьте ее в стакан и резко прикройте сверху мечом, немного придавив. В стакане сгорит кислород, а образовавшийся вакуум создаст давление, которое притянет мяч. И вы с легкостью поднимите стакан с помощью меча. Ребята, мы очень хотим сделать третью часть, но для этого нам не хватает 38 бабуинов. Пожалуйста, помогите нам. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok